Долгов. Фермер такой подстёкный. Начинал с маленького. Сейчас у него шесть с половиной тысяч гектар пашни. Комбайны, люди работают. Вот он мне даёт семечки. А в семечках много зёрнышек. Ну, маленькая охота побаловаться, побалуешься. А основной я беру, кормлю воробьёв и голубей. Вот я набираю это туда, а потом пошёл в карман насыпал, покормил их на кухне. В это время приходят к вечеру ребята мои, Володя, Вася. Они как птички сидят и выбирают. Оно интересно. Уже не надо лузгать, кожуру отдирать. Готово, убираю. Вот они, жевательная резинка. Здесь конкретно. Надо посмотреть, что там у меня делается. Научили меня уже мать. Вот слава богу, смотри, идет загрузка ролика. Какое? Крещение, Потеряевки. Вот. Одиннадцатого седьмого, две тысячи десятого года. Две тысячи десятого, а тут лишний ноль. Убрать его. Вот одиннадцатого, эта точка надо было подправить. Опять точка. Тысячи десятого. Вот всё, идет и идет. Слава богу. Это воскресенье. Приходили к нам сестры. Приходила Тоня Гладких. Живут где-то не в деревне сейчас. Привезла. Я сейчас покажу. Она привезла, принесла мне баночку меду. Вот какой мед. Это полный. Ну, принесла мне. Я же его не считаю своим-то. Ну, в этот же вечер сразу начал накладывать. Вот ребятам каждому по баночке, по кружке. В одно место отправили баночку, другую. Ещё сам-то и не пробовал, можно сказать. Так только ложки обрезал. Мед хороший, то ли гречишный, никакой коричневый. Мед легко узнать, настоящий он или нет. В первую очередь, желудок подскажет. Я считаю, когда человек пасеку не держит, и тебе мед есть, никого никогда не угощай. С чаем проще старайся не пить. А вот, ну, на ночь хотя бы полную чайную ложку развести в кружки на ночь и выпить. Это успокаивающе действует. Ну, и полезно очень. У меня ещё тут осталось больным кому послать. И каждому говорю. Муж у Тони и Гладких Сергей, бывший милиционер, она, Антонина, молиться за неё, за детей. Я маленький был, как-то болел желудком. Сильно болел. Ну, и в народе разговор шёл, дескать, я пас с отцом на поле. И рот раскрыл. И заползла змея-горлянка, и она во мне живёт. Мне нехорошо это было. И говорили, как надо в бане пойти, взять с собой холодного молока и в щегуне поставить. А этого человека, в ком, горлянка, тут как во мне, какая она горлянка? Ну, и большая змейка. Человека распалить надо, и змее там будет жарко в животе. И она вылезет. И в молоко сразу полезет. А тут рядом сковорода скорее захлопнуть. Ну, а дальше ещё закопать в землю щегуном молеку. Да её там деть. Вот. А мама придумала большой пятак был, это старинный. Старинные царские пятаки были, они такие тёмно-коричневые. Его надо ножом было скоблить, этот пятак. А он не глотается, это скоблено-то. Так мама намёт. Ну, она сделала так. Ложка была такая, какая-то как чугунная. Такая, как яйцо, отрублено пополам. Только неудобно. Ну, а крепко, ручка твёрдая, летая, видать, как чугунная. Она нам... Мёду было много, она пошлёт меня туда, и там банка, как и банка, фляга стоит. И ты поковыряй там маленько, там скажет кому-нибудь. А из этой ложки, ну, не такая ложка, прямо вот так вот, яйцом. Ну, я беру оттуда никак. Да ты вылежи так-то. Я приспособился. Этот пятачок-то там, один грамм от него соскоблю, полную ложку мёду съем. Ещё раз мама пошлёт деньги. В день несколько раз повадился туда лазит. Опять пятак ширкнул, ещё с него попадёт нет. Ничем не лечили. Возили в Барнаул меня тогда, а тогда только машина одна была в деревне. Ну, не на чём было, железной дороги не было. И вылечился, у меня же лук вообще не болит. Ну, конечно, я берёгся с тех пор и, ну, там, и не пил, ни одно не пил, ни курил. Я просто аккуратный в этом деле. Ничего такого вредного не есть. Вот так. Люди, что-то, миллионы там зарабатывают. О, медок. А? Много нельзя, потому что утром сегодня. Я далигу на вечер. У меня сон прекрасный. Вот так. Маленько осталось. А прошло только два дня ещё, как Тоня дала. Уже всё. Распузырили. Меня спрашивают, а если богатый был бы? Ну, богатый был бы, я бы нашёл в деньгам место. Ну, в первую очередь, если бы я стал миллионером. Ну, допустим, сто миллионов. Меньше-то какое-то. Всё равно бедный был бы. Я бы купил барабашу Игоря Александровича в старости деревни комбайн. Какой он захочет. Глядя, как осенью он ремонтирует, как он весь в мазуте мучается, мотор снимает. Душа кровью обливается. Ну, а потом, потом всё, школу бы отдельно построил большую. Дома бы несколько построил. Люди желают приехать, верующие всё. Построиться не могут. Ну, дорогу бы проложил. Купил бы всякой техники. Учителям бы всем зарплату повыскал, которая есть там. Учеников было бы больше. Ну, и кончились деньги. Всё. Дальше-то мы сами начали бы приобретать эти деньги. Прятать не стало бы. Деньги прятать грех. Как зато, вот, говорит, деньги, потому называются деньги, что они на один день даются. Вот сейчас патриарх выступает Кириллу и говорит, что священники только деньги, деньги там взять за требу и убегают. И всё разваливается. Всё сектанты. Там какие-то блоги по 20 тысяч. У нас ничего нету. А я уже сколько лет об этом кричу. Православие кончается. Просто кончается. И будет, как говорит Андрей Кураев, московский халифат. И поэтому надо трудиться. Все средства бросить на издание Новых Заветов. Идти в народ. Об этом патриарх сегодня говорит. Он опоздал маленько. Лет на тысячу примерно. Надо было с первого дня это делать. И сектантов, конечно, допустил Бог для нашей пользы. Мусульманство, еврейство, всё это для нашей пользы. Нам надо соответствующие выводы делать. Были бы они здесь, я бы с ними сейчас мёдом поделился. Суп варёный. Видишь, мы как живём. Всё у нас естественно. Слава Христу. Вот оно. Мы не забыли, на морозе застыло. Ну, а теперь, когда разморозится хозяйство своё. Вот так. Всё у нас тут есть. Что здесь? У меня пока записывают. Я сейчас посмотрю, как в форум. Что у нас на форуме тут есть? О! Благовестие. Село Клочки. Вторая страница. О чём здесь говорится? Вот посмотри. Это я сегодня уже поставил материал. Вот читаем. У священников больше нет времени на раскачку при работе с паствой. Патриарх Кирилл. Москва. 19 декабря 2011 года. Вот он, патриарх, стоит с ребятишкой. Патриарх Московский в Северусе Кирилл заявил о том, что на Ниве антицерковной пропаганды работает целая индустрия и призвал духовенство к активной работе с людьми. Против нас работает целая индустрия. Возьмите интернет. 10, 15, 20 тысячные блоги, работающие против церкви. Мы не знаем, на какие деньги это делается. Но факт, что там хулится имя Божие с тревогой констатировал патриарх Кирилл в своем слове к участникам братской трапезы после божественной литургии в Богоявленском соборе Ногинса. Ну, 19-го, а сегодня у нас какое, 21-е? Да. 21-е декабря 2011 года. А мы делаем вид, что у нас ничего не происходит. Это Феофан Затворник об этом говорил. Так мы все потеряем. Коснулось? Ведь наша молодежь не в церковь приходит, а сидит в интернете. Уже и телевизор не смотрит. Добавил он. Предстоятель Русской Православной Церкви подчеркнул, что церковь обязана содействовать воспитанию и образованию своего народа. Но пока она сильно проигрывает в информационной деятельности. У нас с вами сейчас нет времени раскачиваться. Мы должны активно работать. Мы должны забыть привычные стереотипы. Отслужил панихиду, панихидку или молебенто, денежку получил, сказал всем, спаси Господи, и пошел спать. Закончилось это время. Если вы действительно заботитесь о церкви, сказал патриарх. Вот патриарх говорит, и согласно того, что если заботитесь, а впереди-то они делают так, и получают, что священники, может, на 99% не заботятся о церкви. По словам патриарха Кирилла, аудитория традиционной проповеди в храме достаточно ограничена. К тому же проповедь, как правило, ведется на специфическом языке, малоубедительном для современного человека, в то время как на антицерковную пропаганду брошены весьма значительные силы. Почему так патриарх говорит, и скрытно, прямо не говоришь, что церковный славянский язык мертвый, его надо немедленно отодвинуть в сторону. Мы должны обращаться к людям вне богослужения, передавая им свое понимание жизни, то есть внецерковное собеседование. Я зачитывал, когда старинные журналы говорят, когда исчезли нецерковные собеседования, нора всераз ушла на дно моря. У нас должен быть новый взгляд на человека, новый взгляд на проблемы, новый взгляд на общество. А значит, должна быть работа, заключил предстоятель. Ну где она? Полностью слово святейшего патриарха Кирилла к участникам братской трапезы после божественной литургии в Богоявленском соборе Ногинска. Читайте на сайте патриархии.ру. 15 декабря. Ну что, непонятно. Это все у меня в книгах отображено. Я об этом сколько говорил, писал, ему писал письмо. Ну, можно подозревать, что письмо ему в руки не попало. Вот. Ну смотри, одновременно говорим, в это время у меня идет сейчас загрузка ролика. Вот, например, загрузка ролика. Крещение. Вот. Какое Крещение? Что-то она убрала. Потеряевка. 11-го, 7-го, 10-го года. Новый материал я нашел. Маленькие там отрывки. И Вася мне сегодня их соединил вместе. Вот. Витя Петеримов в понедельник позавчера пришел, установил мне программу, как ужимать. У меня там все сразу исчезло. А как ставить...